У нас сложилась такая ситуация, что 4 километра дороги нашей остались без выпиловки. Три года назад выпиливали, делали выпиловку, значит отсюда начали, и сначала с трассы Пугачёв-Блакова. 4 километра этих несчастных осталось, и мы никак не можем решить вопрос уже три года. В те годы у нас дорога была закреплена за Натальевским муниципальным образованием. Потом в 2020 году её передали в город Блакова, в район. Здесь, значит, складывается такая обстановка. Наши молодые мамы вообще возим детей в город Блакова, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях, секциях. Ну, детей возим. И вот когда на данный момент едет, например, КамАЗ, то разъехаться невозможно. На нашей территории, значит, Кулагин Василий Петрович и, значит, Бирюков Алексей Владимирович. Они очень нам сильно помогают, и Матвеевки, и Николевка, каждый, ну, как бы, по мере возможности. К ним претензий вообще никаких нет. Я так думаю, ну, КамАЗы ездят, у них работа здесь. У каждого тут ток, здесь ток. Как бы вынуждено ездить. А вот из-за того, что нас просто беспокоит, то что безопасность, безопасность, детей возим. У нас ездит два автобуса. Автобус, значит, рейсовый. Пазик ездит постоянно, водители ругаются, и сколько я сама лично ездила. Зеркала сшибаются у автобуса. Машины едут друг у друга, зеркала, значит, корябует машина. Это тоже, как бы, не есть хорошо. Представляете, вот если ты едешь, и едет навстречу даже просто, даже не КамАЗ, а просто вот машина любая. Мне нужно уступить ей дорогу, и получается, что это ледяное все. Вот результат лично у меня у машины. Разбила стекло. Мы обращались и к Соловьеву. Значит, Соловьев, да, да, да. Потом стало это Натальинским муниципальным образованием. К Каникееву. Много раз, на каждой конференции об этом озвучивают люди. Значит, и сейчас, на данный момент, в августе месяце, я, значит, обратилась к Грачеву Сергею Евгеньевичу. Он сказал, что через 10 дней начнется выпиловка. Потом он приехал к нам 12 октября. Матвеевку встречу проводил. Я вновь подняла этот вопрос. Опять. Опять через 10 дней. А вот я сейчас звонила не то 2-го, не то 8-го декабря. Говорю, ну что же у нас все-таки будет? Прием был по телефону. И в итоге было сказано, что ничего не получается в этом году. Будем закладывать.